Друзья, всем привет! Меня зовут Таня. Последние полгода я занимаюсь в школе английского языка Skyeng. На этапе выбора школы я читала супер позитивные и супер негативные отзывы. У меня складывалось противоречивое впечатление. И сейчас по итогу полугода занятий я хочу поделиться плюсами и минусами такими, какими их вижу я. Надеюсь, что мое видео будет для вас полезным. Начнем мы с плюсов. И первый, самый главный для меня плюс – это функциональность платформы. Покупая доступ к Skyeng, ты покупаешь доступ не только к урокам, но и ко всем материалам школы. Это и тренажеры, и подкасты, и видео, и статьи, все что угодно. Также у Skyeng есть своя специальная платформа Skyeng Live, на которой проходят разные мероприятия на английском языке. Это может быть урок по йоге, мастер-класс по шахматам и все что угодно. Но уроки платные я еще не тестировала, но мне кажется, что возможность прикольная. Второй плюс учебы в Skyeng, про который говорят все – это удобство платформы. Значит, уроки проходят на специальной интерактивной платформе, которая сразу показывает правильные и неправильные ответы, плюс показывает твой прогресс. И это очень наглядно, и это впечатляет, особенно если до Skyeng ты занимался, например, с очным репетитором по распечаткам. Я знаю, что такое есть до сих пор. Вот эта красочность и наглядность, и удобство они впечатляют. Третий плюс, про который, опять же, нельзя не сказать – это интересное обучение. Каждый урок в Skyeng посвящен какой-то теме. Это может быть переработка мусора, либо преодоление неудач, вообще абсолютно любая тема. В рамках этой темы вы учите новые слова, опять же, читаете статьи, слушаете какие-то аудиозаписи, смотрите ролики. И это очень прикольно, потому что ты не только учишь язык, но ты расширяешь свой кругозор. И если в школе не смогли тебя увлечь английским языком, если не появилась любовь к этому делу, то вот благодаря таким интересным интерактивным урокам это может появиться. Последний плюс, про который я хочу сказать – это поддержка учителя. В Skyeng очень дружественная атмосфера. Учитель, к слову, тебя практически не учит, то есть он готовит задания, тебя учит платформа, а ты идешь по заданиям, и учитель, где нужно, тебе помогает. Но если ты что-то не понимаешь, он тебе объяснит дважды, трижды, это все будет супертерпеливо и суперподдерживающе. И мне кажется, что когда ты осваиваешь что-то новое, особенно если это новый язык, это важно. На этом по плюсам у меня все. Далее поговорим про минусы. Их на самом деле всего лишь два, но они важные и большие. Первый минус – в Skyeng достаточно поверхностное обучение. Урок длится 50 минут. В рамках этого урока вы 7-10 минут общаетесь с преподавателем, обсуждаете, как прошла неделя, что у вас нового. Далее рассматриваете какую-то новую тему и затем 30-35 минут делаете задания по этой теме. Если это какая-то сравнительная степень прилагательных, то окей, этого достаточно. Но если это артикли, то 35 минут – это очень мало. И в Skyeng есть такое, что спустя какое-то время ты возвращаешься к этой теме и вы ее повторяете. Но все равно глубокого погружения в тему нет. Я считаю, что это минус. Второй минус, о котором важно знать и причины, которого я не понимаю, в Skyeng очень сильно западает навык письма. Все тренажеры на письмо – это тренажеры «вставьте слово». Этого очень мало. Есть задания на письмо и эссе, но это очень маленький объем текста, и заранее там часть слух уже задана. То есть, вы развиваете аудирование, говорение, грамматику, но письмо отстает. И если перед вами стоят какие-то цели типа сдачи международного экзамена, либо вы учите английский для работы, то это может стать проблемой. И в целом я бы не рекомендовала Skyeng для специфических целей с четким дедлайном. Skyeng хорош, когда нужно подтянуть уровень языка, когда хочется постоянно практиковаться. Но если у вас IELTS, TOEFL, либо работа, я рекомендую пойти на специализированные курсы. Но при этом я рекомендую Skyeng, если да, хочется подтянуть уровень языка, если хочется полюбить все это дело, если в школе не удалось, то Skyeng хорошая школа. Ну и для ежедневной практики, для просто поддержания уровня. На этом у меня все. Если вы учитесь в Skyeng, согласны, не согласны, пишите, может быть, вы меня дополните, это будет полезно. Я благодарю вас за просмотр и желаю успехов в обучении. Субтитры создавал DimaTorzok